В сфере жилищного строительства, какие задачи становятся перед регионом? Прежде всего, выполнить показатели национального проекта. Мы сегодня обсуждали, что с 2022 по 2024 год у нас будет резкое повышение объемов, которые мы должны выполнить и по численности наших граждан по аварийному жилью, и по вводу нового жилья. Поэтому сегодня мы понимаем, что находимся в достаточно комфортной зоне. Это, я думаю, наверное, крайний год по планам. И со следующего года придется наращивать объемы. Мы говорим о том, что это будет и должно быть сделано в строгом соответствии с генеральными планами, с архитектурными решениями муниципальных образований. В том числе мы будем делать акцент на среднеэтажное и малоэтажное строительство, потому что все-таки мы исторический регион, у нас много исторических центров, муниципальных образований, и поэтому все должно строиться очень гармонично. Мы рассчитываем на то, что нам бы хотелось активно строить жилье не только для показателей, но и для удобства наших граждан. И особое место в этой работе занимают многодетные семьи, молодые семьи, люди, которым необходимо улучшить жилищные условия. И сейчас обсуждается вопрос масштабного, такого типового, ну, не в ущерб качеству строительства жилья, которые будут в том числе в формате танхауса, в том числе индивидуального жилищного строительства. Конечно, показатели по метрам набрать трудно, но это уже другая среда проживания граждан, потому что это не, так сказать, высокоэтажные каменные джунгли, да, это более-менее та среда, та инфраструктура, где соседи знают друг друга, где есть возможность устроить общественное пространство, припарковать свой личный транспорт, то есть для людей, которые хотели бы жить в Тверском регионе, и чтобы это была конкурентная среда и с Московской областью, с городом Москвой, и с другими, так сказать, достаточно высокоэкономически разными регионами. И для нас, как для, так сказать, соседей, тоже очень важно, чтобы мы шли в ногу со временем. Вы слышите, как раз говорите о создании на форуме городской среды. Насколько будет реализован планы этого? В этом году мы планируем завершить взятые на себя обязательства. У нас чуть менее 100 объектов, которые есть по разным городам, в том числе по нескольким историческим центрам. Работа эта идёт достаточно хорошо, и сегодня очень много, так сказать, открывается, наверное, новых направлений в этой работе, в том числе и нехватка главных архитекторов района, нехватка профессиональных архитекторов, которые работают в этой сфере. И вот сейчас мы, как вы знаете, с этого года начали, открыли позицию по обучению за счёт бюджета Тверской области архитекторов, которые бы дальше могли бы пополнить ряды главных архитекторов муниципальных образований. Ну и, соответственно, это уже совсем другая культура строительства. Вчера мы были на открытии нашей школы в юности. Кто-то говорит, что достаточно долго мы не строили школы. У нас, получается, в первый класс прошло большое количество ребятишек. У нас в этой школе восемь первых классов получилось. И мы понимаем, что это очень хорошая позиция, но это ставит, собственно, и высокую планку для того, чтобы организовывать инфраструктуру, детские площадки, ту среду, спортивные сооружения, куда бы ребятишки могли ходить, где бы заниматься в школьное и вне классное время. Сегодня также я речь шла о переселении граждан из ветхого аварийного жилья. Вы обратили внимание на процессе обретения новых квартир, где переселенцев. Вы поручили его корректировать. Вот каким он должен быть, на Ваш взгляд, и какие проблемы будут решены с помощью вот этих корректировок? Да, прежде всего, это должно быть жилье, которое соответствует стандартам. И та практика и опыт, который мы получили за предыдущие годы, свидетельствует о том, что не все застройщики готовы выполнять свои гарантийные обязательства. И сегодня часть наших граждан, которая переселилась из аварийного жилья уже в новое жилье, нам передает пожелания относительно того, чтобы при приемке жилья более четко и ответственно контролировать, что приобретается или что строится. Постройки это проще, потому что есть строительный контроль, а вот что приобретается, бывают скрытые дефекты, которые в процессе уже эксплуатации жилья через год, через два, через три как раз, так сказать, показывают, что была нарушена технология качества строительства. Поэтому теперь приемка жилья, уже финальное подписание актов при приобретении жилья с рынка будет осуществляться исключительно достаточно высокими должностными лицами. Это глава муниципального образования, это министр строительства Тверской области. И, скорее всего, это еще будут депутаты, и мы посмотрим, кого еще можно включить в список, для того, чтобы там были профессионалы, может быть, представители так называемых общественных организаций, СРО строительных. Потому что сегодня, видите, практика показала, что эти компании, к которым потом определяют гарантийные требования, они либо обанкротились, либо уже закрылись. И эти люди работают в другом юридическом лице и уже занимаются тем же самым. И юридически очень непросто оказывается предъявить требования и добиться исправления тех недостатков или ошибок, которые были допущены при строительстве этого жилья.